Александр Невский Новгородский князь Ярослав Всеволодович, известный своей храбростью, назвал своего второго сына красивым, мужественным именем Александр, который по-гречески означает «защитник людей». В детстве великого полководца пришлось на времена затяжных и кровопролитных войн. Уже с трёх лет мальчика отлучили от матери и передали на воспитание княжеским воинам. Малыша посадили на коня и дали в руки оружие. Вскоре начали учить грамоте. Александр быстро преуспевал и в военном деле, и в чтении, и письме. Он вырос и превратился в сильного и ловкого отрока, который прекрасно писал и любил читать. В те времена чтения учились по священному писанию. Александр полюбил Слово Божие и хорошо его усвоил. Юный Александр начал княжить в Новгороде с 1228 года вместе со своим старшим братом Фёдором под присмотром бояр. А с 1236 года Александр княжил уже самостоятельно. Жители Новгорода восхищались своим князем, красивым, высоким, сильным голосом, гремевшим, как труба. В 1240 году шведы объявили войну Новгороду. Летом шведский отряд на ста кораблях вошел в ости реки Невы. Войско возглавил Биргер. Он отправил князю Александру послание с такими словами. Если можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою. Александру не было тогда еще и 20 лет. Перед выступлением на шведов он долго молился в новгородском храме Святой Софии. Выйдя из храма, он укрепил дружину словами, наполненными верой. Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Воспользовавшись туманом, утром 15 июля 1240 года войска князя Александра незаметно подошли к вражескому лагерю и внезапно напали. Началась битва. Благодаря мужеству, смекалке, отваге и храбрости молодого полководца уже вечером шведы были полностью разбиты. Они бежали, а новгородцы преследовали их. Эта битва произошла на реке Нева. Русское войско вернулось с победой в Новгород, а князь Александр получил к своему имени почетное прозвание Невский. В 1242 году зимой началась война с немецкими рыцарями, которые гордо заявляли, что подчинят себе весь славянский народ. Они хотели уничтожить православие на Руси и обратить русский народ в католическую веру. Молодой князь Александр Невский, ему в то время было всего 22 года, в этой битве проявил себя как мудрый и опытный полководец. Узнав, что рыцари идут на Псков через Чудское озеро, скованное льдом, князь расположил свое войско у крутого берега озера. Его позиция была удобна, так как враг не мог видеть русского войска и не мог определить его численности. А немецкое войско было для русских как на ладони, потому что двигалось по открытому льду. Силы были примерно равны – по 15 тысяч воинов с обеих сторон. Немецкие рыцари для атаки выстроились в форме тупого клина, который русские назвали свиньей. Такое построение не раз помогало рыцарям прорывать свой строй противника и разбивать его по частям. Но Александр Невский обманул врага. Он сосредоточил основные силы не в центре, куда была обращена основная мощь рыцарей, а на флангах. Это позволило ему окружить и уничтожить противника. Битва получила название «Ледовое побоище». Победа в «Ледовом побоище» прославила Александра Невского как великого полководца Руси. Хороший урок получили германцы. Летом приехали послы из ордена в Новгород и просили у Александра вечного мира. Мир был заключен. Говорят, что тогда-то Александр произнес слова, ставшие на русской земле пророческими. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Успешные военные действия Александра Невского надолго обеспечили безопасность западных границ Руси. А в это время с востока подступал на Русь второй сильный противник – монголо-татары. Называли их «Золотой Ордой». Правил Ордой – хан. Александр Невский понимал, что у него нет такой силы, чтобы идти с мечом на хана Батыя. Он со смирением согласился платить дань Орде. Этим спас много жизней. В этом великая мудрость князя. Четыре раза Александр Невский ездил в Орду, чтобы уберечь родину от разрушительных набегов татар и договориться о сокращении дани ненасытным ханам. Однажды, возвращаясь из Орды домой, князь тяжело заболел. Чувствуя приближение к кончине, святой Александр попросил постричь его монахи. Так он стал монахом с именем Алексий. 14 ноября 1263 года князь скончался. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Эти слова можно считать девизом его жизни. Когда были силы, он набрасывался на врага всей своей мощью. Когда их не было, он проявлял выдержку, терпение, смирял гордыню и ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, при том, что у него не было никаких гарантий собственной безопасности. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. Петр I в 1724 году основал в Петербурге монастырь в честь благоверного князя, ныне Александра Невской Лавры, и повелел перевезти туда его останки. Он же постановил 30 августа, в день заключения победоносного мира со Швецией, отмечать память Александра Невского. 21 мая 1725 года императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского, одну из высших наград России, существовавших до 1917 года. В 1942 году во время Великой Отечественной войны в знак признания величайших заслуг князя Александра был учрежден орден Александра Невского. Им награждали офицеров и генералов Советской армии за личное мужество и героизм, за умелое проведение военных операций. Указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года учрежден орден Александра Невского. Князь благоверный, грозный воин, правитель мудрый и святой, народной памяти достоин за подвиг праведный земной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова